Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Андрея Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары, коротко о некоторых темах. Хлеб всему голова. Дмитрий Азаров посмотрел, как обеспечивают безопасность сотрудников и покупателей на Самарском булочно-кондитерском комбинате. Нерабочих дней быть не может, когда речь идет о наведении порядка в городе. В Самаре продолжается месячник по благоустройству. Чтобы долгая дорога была безопасной, проводники поездов дальнего следования рассказали о новых санитарных мерах. Ближайшие две-три недели будут определяющими по ситуации с коронавирусом в России. Об этом на видеоконференции с губернаторами заявил президент страны Владимир Путин. Он призвал глав регионов действовать быстро, собрано и профессионально. Подробности речи главы государства в нашем сюжете. Президент предложил на три месяца, начиная с апреля, установить выплату специалистам, которые работают с больными коронавирусом. На эти цели регионы получат 10 миллиардов рублей. Врачам, которые работают с пациентами, больными коронавирусом, будут платить дополнительно по 80 тысяч, а медикам среднего звена по 50 тысяч рублей. Кроме того, Кабмин в двухдневный срок должен разработать график передачи больничных коек региона, которые в них нуждаются. На их закупку потрачено более 33 миллиардов рублей. Еще на 13 миллиардов закупили необходимую медицинскую технику. Реаномобили и машины скорой помощи, которые начнут поступать в регионы уже в апреле. Глава государства призвал губернаторов действовать по ситуации и не ограничивать массовой работы предприятий, если ситуация с коронавирусом в регионе не очень критична. К примеру, многие столичные компании продолжают работать или перешли на удаленный режим. Должен быть четкий и понятный перечень организаций, работу которых можно ограничивать. Остальных не стоит напрягать лишними справками и согласованиями. Сейчас действовать по какому-то единому шаблону не только неэффективно, но подчас и вредно. У вас есть все возможности работать адресно и выверенно. Нужно учитывать ситуацию в каждом населенном пункте, на конкретных предприятиях, в субъекте федерации в целом. Принимать адекватные, хорошо просчитанные профилактические меры. Главная цель которых – защита жизни и здоровья людей. Также президент заявил, что нужно смягчить удар по бизнесу. Сделать отсрочку по уплате страховых взносов на 6 месяцев. Для малого и среднего бизнеса отсрочка должна быть по всем налогам. Реструктурировать задолженность. В пятидневный срок подготовить программу дополнительной поддержки бизнеса. Предпринимателям приходится непросто, заявил президент. Многие фирмы закрыты. Это серьезное испытание репутации бизнеса. Поэтому государство будет в первую очередь помогать тем компаниям, которые сохраняют занятость. Что касается граждан, в первую очередь помощь получат те, чьи доходы сократились, людям, которые не могут обслуживать свои кредиты. Дополнительные выплаты получат семьи, которым положен мат-капитал, и в которых есть дети до трех лет. Разработают выплаты и тем семьям, чьи дети не достигли семи лет. Кроме того, нужно производить выплаты и тем семьям, чьи доходы просили из-за сложившейся ситуации. Нельзя судить о доходах семьи по старым справкам. Те, кто не мог претендовать на помощь государства до пандемии, начнут ее получать. В семьях, где оба родителя потеряли доход, в апреле, мае и июне пособие по безработице будет автоматически выплачиваться по верхней планке. Кроме того, таким семьям будут выплачены по 3000 рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка. Гражданам нужно продлить каникулы по потребительским и другим кредитам. Действия паспортов, водительских прав, срок которых заканчивается, нужно автоматически продлить не менее чем на три месяца. Дорогие друзья, все проходит. И это пройдет. Наша страна не раз проходила через серьезные испытания. И печенеги ее терзали, и половцы. Совсем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы все преодолеем. В конце своей речи Владимир Путин заявил, что российские специалисты внимательно изучают опыт других стран. Самыми трудными являются 4-5 недель с начала эпидемии. Но строгое выполнение рекомендаций врачей, соблюдение тех мер, которые сегодня вводятся в каждом регионе, позволит переломить ситуацию. Виктория Шарея, События. Сегодня в Самарской области обнаружили новый случай заболевания коронавирусной инфекцией в Тольятти. Таким образом, число заболевших в регионе с начала пандемии достигло 18. Информацию разместили на сайте stopcoronavirus.rf. Еще с 720 человек снято наблюдение. От инфекции в регионе вылечились уже 11 человек, в том числе двое детей. У них повторное тестирование дало отрицательный результат. Они выписаны. Таким образом, сегодня в больницах региона нет ни одного ребенка с подтвержденным диагнозом COVID-19. Остаются на лечении еще 7 человек. Сомнительных результатов с учетом ранее проведенных тестов 10. Режим самоизоляции в Самарской области продолжает действовать. В регионе за сутки его нарушили 37 человек. 25 тонн куличей испекут в Самаре к Пасхе. В этом году их будут освещать прямо на предприятии, чтобы самарцы не нарушали режим самоизоляции и не выходили из дома в церковь. Как работает предприятие в эпидемиологических условиях, проверил губернатор Дмитрий Азаров. Упал ли спрос на выпечку во время нерабочей недели, узнала Лариса Шлафаст. С детства любимые булки. Да, да. Отца мои. Да, мято. Да. Горячее. Свежего хлеба хватит на всех. Во время объявленной нерабочей недели производство на самарском булочно-кондитерском комбинате не останавливалось. Спрос увеличился на тесто. Самарцы стали больше готовить дома. Поэтому тортов купили меньше. На следующей неделе работы на комбинате прибавится. Приступят к выпуску куличей. В этом году запланировано испечь 25 тонн. Пасхальное лакомство будут освещать прямо на предприятии, чтобы покупателям не было необходимости нести куличи в церковь. Большое скопление людей все равно может, к сожалению, создать угрозу здоровью людей. И если бы здесь все понимали, что с БКК кулич уходит освещенный, то люди понимали, что не надо сейчас, может, прийти в толпу. Не надо обязательно туда дойти, потому что здесь уже это сделано. Да. Ну, видимо, этот год, он... Особенно. Даже есть обращение патриарха, вы знаете, Кирилла, о том, что помолиться бы дома сейчас самое время. За качество продукции можно не переживать. К санитарным нормам на предприятии всегда относились очень внимательно. Сейчас меры усилили. Все сотрудники, приходя на работу, меряют температуру. Обязательно надевают маски и перчатки. Также обязательное условие – дистанция не меньше полутора метров. А хлеб после выпечки поступает в цех охлаждения, автоматически упаковывается бесконтактным способом. Усилены все меры санитарной безопасности, что дает возможность предприятию успешно трудиться. Хочу сказать, что подобные нормы и требования сегодня исполняются на всех предприятиях Самарской области, которые возобновили свою работу после простоя. Там, где не в полной мере производство сегодня к этому готово, оно не в полной мере и работает. Сегодня часть крупных предприятий ведут подготовительные работы для того, чтобы полностью защитить свои коллективы от угрозы распространения коронавирусной инфекции. По решению президента, нерабочие дни в стране продлены до 30 апреля. Исключение только для продуктовых магазинов, больниц, аптек и других жизненно важных предприятий. При этом у регионов есть право расширять этот список, что Самарская область и сделала. Заработали ряд крупных компаний, но при условии, что их руководители взяли на себя дополнительную ответственность по соблюдению повышенных мер безопасности. Лариса Шлафаст, События. Владельцам турфирм, наиболее пострадавшим от пандемии, окажут меры экономической поддержки. Об этом рассказал губернатор Дмитрий Азаров на встрече с представителями бизнеса общества. Для владельцев гостиниц, баз отдыха и других мест временного проживания снизят налоговую ставку. Им также предоставят субсидии на компенсацию расходов по уплате налога на имущество, если будет сохранена численность сотрудников. Также на этот год будет установлена нулевая ставка транспортного налога для тех, кто организует автобусные экскурсии и туристические перевозки. Прорабатывается и вопрос снижения налоговых ставок предприятиям общепита, бытовым организациям, организациям доп. образования, культуры и спорта. Кроме того, службам ЖКХ рекомендовали дать отсрочку платежей предприятиям малого и среднего бизнеса в наиболее пострадавших отраслях, а также не отрезать подачу услуг на время ограничений. Еще бизнесмены смогут на льготных условиях получать микрозаймы на выплату зарплат или закупку сырья. Министр экономического развития доложил, что предприниматели поделились собственными идеями и предложениями. Глава региона отметил, что власть обязательно их учтут и постараются оперативно проработать. Всю актуальную информацию о мерах поддержки можно найти на сайте мойбизнес63. В Самаре продолжается месячник по благоустройству. Сотрудники муниципальных предприятий наводят порядок на городских улицах. Сегодня на уборку вышли более 460 рабочих и около 300 единиц специальной техники. За работами в Ленинском районе наблюдала наша съемочная группа. Ремонтируют старое ограждение, обновляют урны. В Ленинском районе Самары продолжается месячник по благоустройству. До начала мая запланировано обновить 13,5 тысяч метров ограждений и покрасить 446 урн. Рабочие уже выполнили более 30% от запланированного объема. Убирают и мусор. Трудятся в две смены. Особое внимание обращениям жителей. С людьми через твиттер. Наша служба реагирует на это. И выполняем. В рамках месячника проводим уборку приладковой части, мехподметания тротуаров, ремонт ограждений, покраска урн. Мы приступили на данный момент уже к покраске борт камня и покраске деревьев. В этом году коррективы в график уборки внесли ограничительные меры, которые введены в регионе в связи с пандемией. В этом сезоне самарцы не могут принять активное участие в массовых субботниках, но все городские службы по распоряжению главы города Елены Лапушкиной трудятся в усиленном режиме. Какими обстоятельствами у нас с вами не были, мы должны справиться с этой работой. И сейчас у нас этой работой занимаются муниципальные предприятия, это город Зеленхолос, муниципальные предприятия благоустройства, Самарская набережная, парки Самары и другие муниципальные предприятия. Они планово работают. Безусловно, это работа и управляющих компаний. Графики отслеживаются. И все равно мы к 1 мая, несмотря ни на какие обстоятельства, город подготовим. Готовят к новому сезону и городские фонтаны. Сейчас работы идут сразу на нескольких объектах, в том числе и на Осипенко. Специалисты муниципального предприятия «Спецремстройзеленхоз» красят трубы и частично меняют плитку самого большого фонтана города. Наводить лоск будут еще несколько дней. С основным объемом подготовки технического состояния справились еще зимой. В зимнее время проводилась ревизия оборудования. Мы меняли подшипники на насосах, набивали сальники на задвижках. И проводили также работы по электроснабжению и водоснабжению этого фонтана. В этом году в городе будут работать 40 фонтанов. Пробный пуск запланирован на 18 апреля. Лариса Шлафаст, Василий Колдашов. События. Доехать из пункта А в пункт Б и не заболеть. На железной дороге принимаются небывалые меры дезинфекции вагонов. Перед отправлением поезд тщательно моет команда из 15 человек. А уже в пути дезинфекцией вагонов занимаются проводники. Все они получили инструкции, как вести себя, если пассажир оказался болен. Подробнее в следующем сюжете. Лариса Беспалова сопровождает пассажиров по маршруту Самара-Санкт-Петербург. Говорит, все работники железной дороги получили четкие инструкции, как вести себя, если кто-то из пассажиров болен. При малейшем недомогании он получит маску, будет переселен в отдельное купе. Информацию о случившемся тут же получит начальник поезда, который на ближайшей станции передаст заболевшего в руки медиков. Но пока таких прецедентов у Ларисы в вагонах не было. Все спокойно. Пассажиры видят, что мы работаем в спокойном режиме. Все нормально. Мы убираемся. Мы дезинфицируем вагоны постоянно. Поэтому пассажиры спокойно за себя, а мы, соответственно, спокойно за них и за себя тоже. На железной дороге принимаются беспрецедентные меры дезинфекции. Перед каждым отправлением поезд тщательно моет команда из 15 человек. Норма помывки вагонов во время следования состава увеличена вдвое. Теперь проводники, которые снабжены масками, перчатками и дезинфицирующими средствами, обрабатывают вагоны четыре раза в сутки. Вагоны обрабатываются как после рейсов, так и перед рейсом непосредственно уже два раза. То есть с хлоросодержащими средствами, которые запатентованы и разрешены фугузом для применения на вагонах и железных дорогах. Кроме того, теперь в каждом вагоне есть так называемая эпитаптечка, в которой находится 100 масок. Если проводники обнаружат инфицированного, каждому пассажиру раздадут по маске. Виктория Шарая, События. Без перчаток и масок не ездят. В Самаре сотрудникам муниципального предприятия ТТУ выдают средства защиты. Также трамваи и троллейбусы после влажной уборки обрабатывают антисептическим средством несколько раз в день. Как работают водители и кондукторы в условиях общей самоизоляции, увидела наша съемочная группа. Отдаваем перчатки, отдаваем маску. Без средств защиты в рейс не выходят. Сотрудники муниципального предприятия ТТУ в условиях карантина должны оставаться на рабочих местах и обеспечивать бесперебойную работу общественного транспорта. Чтобы обезопасить людей, водителям и кондукторам выдают несколько масок и пар перчаток на день. Так как длительный контакт с людьми, с наличными, выдают перчатки, маски, чтобы обезопасить себя и близких людей. После того, как в Самаре введены особые ограничительные меры из-за распространения коронавируса, моют и дезинфицируют общественный транспорт два раза в сутки. Обрабатывается вагон специальным хлорсодержащим средством. Оно имеет сертификат Роспотребнадзора и обладает антибактериальным эффектом. Мойка и дезинфекция продолжается во всех видах общественного транспорта Самары, включая коммерческие маршрутные такси. Лариса Шлафас, Николай Сидоров, События. Клиники СамГМУ готовы к потоку пациентов с коронавирусной инфекцией. Медицинский персонал активно проходит повышение квалификации. Врачи учатся, например, протезированию духательных путей и респираторной поддержке пациентов с вирусной пневмонией. Диагностировать и лечить коронавирус и многому другому. Готовы к усиленной работе и реанимационные службы. В клиниках университета есть 50 аппаратов ИВЛ. Подробнее в сюжете Елена Малютиной. Ежедневно доброволец штаба СамГМУ Федан Клевачева обзванивает около 100 человек. Этим облегчает работу врачей. Каждый раз ориентируется по ситуации. Может вызвать доктора на дом, либо подключить волонтеров из всероссийского движения «Мы вместе» для оказания социальной помощи. Кому-то нужно купить продукты, кому-то оплатить коммунальные услуги. В основном такую помощь волонтеры оказывают одиноким людям преклонного возраста. В штабе волонтеров-медиков СамГМУ около 300 человек. Каждого контролирует старший медицинский персонал. Мы считаем, что это действительно очень важно. Это снизит, во-первых, процент распространения больных. Ну и к тому же мы должны помогать. Это наше призвание. Мне захотелось оставаться в стороне. Захотелось помочь людям. Сделать что-то полезное. На случай, если больных коронавирусом станет больше, сам ГМУ создает кадровый резерв. Медицинский персонал проходит дистанционное обучение. Сейчас повышают квалификацию 151 сотрудник. Для врачей всех специальностей подготовлены видеоролики по сердечно-легочной реанимации, оказанию неотложной помощи и использованию средств индивидуальной защиты. Врачи учатся, например, протезированию дыхательных путей и респираторной поддержке пациентов с вирусной пневмонией, диагностировать и лечить коронавирус и многому другому. Все видео можно посмотреть на канале СамГМУ в Ютубе. Готовы к усиленной работе и реанимационные службы. В клиниках университета есть 50 аппаратов ИВЛ. У нас потенциальная готовность есть открытие примерно 200 койк при увеличении потока с такой патологией. Имеется в виду те койки, куда будет возможность подвести кислород, что очень важно. Сейчас мы зарезервировали помещения отдельные при выявлении пациентов с коронавирусной инфекцией, где они могут какое-то время находиться, пока диагноз подтвердится или не подтвердится, чтобы не смешивать потоки. Поэтому, говоря про клиники, у нас очень серьезная готовность. В клиниках СамГМУ предусмотрели и разделение потоков. Пациенты с температурой и признаками ОРВИ заходят в больницу через другой вход. Напоминаем, что каждый может помочь предотвратить распространение коронавирусной инфекции, если останется дома. Елена Малютина, Максим Гусев. События. Решить психологические проблемы по телефону или скайпу. В Самарском областном центре социальной помощи семье и детям заработала новая услуга. С утра до вечера специалисты принимают звонки и консультируют по разным вопросам пенсионеров и молодежь. Тех, кто оказался в вынужденной изоляции из-за коронавируса. Чего боятся самарцы, выяснил Сергей Кизоркин. Личные встречи заменили беседы по скайпу, но проблемы остались те же, говорит психолог Елена Васильева. Конфликты отцов и детей, недопонимание супругов, агрессия и насилие в семье. Прибавились и новые, как следствие изоляции. Это страх, тревога, беспокойство и бессонница. Тема коронавируса, она вытаскивает из глубин человеческой души все самое больное, то, что есть у людей. И это проявляется в панических атаках, это проявляется в обострении хронических заболеваний, это проявляется в повышенной тревожности и в агрессивности, что, разумеется, влияет на наше проживание с близкими и родственниками. Потому что мы вынуждены 24 на 7 сейчас находиться с родственниками и тяжело убежать на работу. Горячая линия психологической помощи начала работать по поручению губернатора Дмитрия Азарова. Сначала самоизоляции в службу психологической помощи уже позвонили больше сотни самарцев. Психолог колл-центра вникает в ситуацию, анализирует проблему и выдает рецепт, как выйти достойно и безболезненно из конфликта. Мы очень часто и очень много откладываем на потом. Когда-то потом, может быть, мы поговорим, мы обсудим, мы увидим, и мы к этому вернемся потом. Сейчас это и есть то время, которое потом, оно вот уже есть сегодня. Есть такая возможность переосмыслить. И я думаю, она больше в плюс, чем в минус. А сейчас мы здесь и теперь на одном пространстве. Мы вынуждены снова приспосабливаться друг к другу. Это большой плюс. Служба психологической помощи работает с утра и до вечера всю неделю, кроме воскресенья. Специалисты высоко оценили новый опыт общения с пациентами и планируют и после режима самоизоляции проводить консультации по телефону и по скайпу. Сергей Кизоркин, Николай Епифанов. События. Помощь в режиме самоизоляции. Все службы на одном интернет-ресурсе. Во всемирной сети работает сайт Самара Дома, на котором собраны все необходимые контакты для системы жизнеобеспечения. Разделы сайта. Экстренные службы и горячие линии, здоровье, бытовые хлопоты в карантине, работа на дому, организация удаленной работы сотрудников, образование для детей и родителей, полезный досуг. Через сайт можно заказать лекарства, продукты, связаться со специалистами, получить консультацию и узнать последние новости об эпидиаломагической обстановке в стране и в мире. 63-й регион без антисептиков не останется. На помощь Самарской косметической фабрике «Весна», которая недавно запустила производство дезинфицирующих гелей, пришло еще одно региональное предприятие в Тольятти. Подробности далее. Антисептический гель без спирта, функции которого выполняют наночастицы серебра. Такой антисептик, в отличие от спиртосодержащих, не сушит руки и работает не только в момент применения, а обеспечивает защиту от вирусов до 8 часов, при этом не иметь сильного запаха. Это запатентованная разработка косметической компании «Истольятти». На предприятии в незначительных количествах антисептики выпускают с 2015 года. Раньше производили 1 тонну в неделю, а сейчас выпускают до 10 тонн в день. Конечно, в течение двух недель нарастить объем в 10 раз – это непростая задача. Но, надо сказать, что мы давно прорабатывали вопрос увеличения объемов. И сейчас мы находимся на нашем новом производстве, в котором мы сюда переехали где-то около месяца назад. И потом начались все эти события. И мы, соответственно, всю нашу до этого заготовленную работу просто очень активно начали форсировать. Ежедневно количество заказов растет. Обращаются не только из других регионов, но и из Европы и Азии. Антисептик с наночастицами имеет аналоги в России, но на предприятиях их выпускают в малых количествах, поэтому на рынках они редко встречаются. А вот тольяттинскую продукцию можно купить в сетевых аптеках, розничных магазинах, сайтах. В ближайшее время производитель планирует реализовывать в больших торговых сетях. При этом цена средства в разы ниже, чем у спиртосодержащих антисептиков. Их производители вынуждены были поднять стоимость из-за роста цены на изопропиловый спирт. Сейчас мы с вами находимся на территории предприятия резидента ТАСЭР М9, которые существенную помощь оказывают как муниципальному сектору нашего города, так и другим предприятиям. С дефицитом средств дезинфекции в период сложной эпидемиологической обстановки они увеличили объем производства антисептиков для рук и вышли на круглосуточный режим работы. Компания готова в случае необходимости нарастить объемы производства дезинфицирующих гелий и влажных салфеток с антисептическим свойством. Елена Малютина, События. День образования отряда отмечает уникальное спецподразделение Управления Росгвардии по Самарской области ОМОН на транспорте. Под особым контролем сотрудников подразделения, аэропорт, железнодорожные узлы и крупные водные артерии региона. В отряде служат множество специалистов. Это и высококлассные водители, и меткие снайперы, и опытные саперы взрывотехники, и бесстрашные инженеры-саперы-водолазы, и командиры специальных катеров. Все они обладают высочайшим уровнем подготовки. За неполные 30 лет своей истории бойцы отряда доказали, для ОМОНа на транспорте невыполнимых задач нет. Последние годы главным управлением сил специального назначения ведется активная работа по присвоению отрядам мобильным особого назначения и специальным отрядам быстрого реагирования имен собственных. И в ближайшее время мы также ожидаем пятое изменение названия отряда и присвоение нашему отряду собственного имени. Становление отряда пришлось на неспокойное для страны время. В 1995 году, когда шла Первая Чеченская война, отряду была поручена одна из самых ответственных задач охраны и обороны ключевых объектов региона, железнодорожных станций и мостов, а также международных аэропортов, как в самой Чечне, так и в соседнем Дагестане. С того времени бойцы специального подразделения неоднократно выезжают в командировки, география которых не ограничивается северо-кавказским регионом. Олимпийские зимние игры в Сочи, универсиады и Кубок конфедерации в Казани, саммит глав прикаспийских государств в Астрахани, саммиты СОЖ и БРИКС, чемпионат мира по футболу. На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь дома и будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова